С новым 2022 годом! Не допустить ядерного противостояния США, Китая, Россия, Великобритания и Франция Обязуется сделать все, чтобы никогда не было войны между странами, на вооружении которых находится ядерное оружие События дня в международной политике Переговоры глав дипломатии России и США в Женеве Гарантией безопасности для российской стороны была и есть тема номер один Президенты США и России провели переговоры по видеосвязи Спор вокруг статуса Украины и все большее возближение ее с НАТО стал центральной темой этой видеовстречи Без всякого привлечения блестящие волевые победы ваши, да и всех наших олимпийцев, российских спортсменов Стали настоящим украшением игр Противник заметно наращивает боевую активность На выходных под объем оказался Донецк, села на юге ДНР и Ясиноватский район Видите две башни? Ага И тоже идет Донецк Вот такие вот подоронки Трассер в Кронидоре То, что мы наблюдаем сейчас, это только подготовка к чему-то, намного более сложному Боевская сторона продолжает нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения крови Прямо во дворе там у них попадание на третий этаж крыша Украина матиме повне право вважать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сумму Мне остановите войну, скажите этому Зеленскому, я не знаю кому сказать, и Путину, и Зеленскому остановите все Автоматы, я бы научилась обстрелять эту нечисть, я бы своими руками их убивала Революция в Киеве переросла в гражданскую войну, а затем в войну НАТО и США против Великой Матери России Сколько эта трагедия может продолжаться? Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики Этот день начался с заявления Владимира Путина о том, что Россия проведет специальную военную операцию для защиты Донецкой и Луганской Народной Республики Россия не начинала военные действия, Россия их завершает Военные действия со стороны режима в Киеве и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло в 8 лет В ходе этой войны погибло более 14 тысяч человек, сотни детей Этому было необходимо положить конец Надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России И Россия это сделает Неверо-Крымский канал наполнен, и броская вода сошла Русские на войне своих не бросают и считают, что мы должны потерять Россия голосовала за исключение России из организации Россия одна из ведущих ядерных держав Победителей не будет Сегодня в Брюсселе проводилось три саммита одновременно Главный вопрос, как уничтожить Россию Мы будем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за... Вести наиболее существенные санкции, экономические санкции в отношении российского режима с тем, что... В Пентагоне призвали своих союзников снять ограничения на поставку Украине летального оружия Киев погружается в панику из-за того, что власти решили раздавать оружие всем подряд Верховный суд признал националистический батальон АЗОВ, террористическая организация Террористы АЗОВа не скрывали, что являются открытыми нацистами Бойцы Чемоковарных продолжают движение на следующий... Украинские военные применяют пытки к захваченному в плен российских военных Они сейчас на передовой На них держится вся Россия Я хочу им поклониться Героям слава! Все! Считаю необходимо поддержать предложение Министерства обороны и генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной модернизации Главная мировая новость Сегодня взрыв на Крымском мосту Чудовищный сам факт теракта и кощунственная и беспринципная реакция ряда западных политиков Сегодня утром Россия ответила Украине за диверсию на Крымском мосту Приступайте к отлоду войску За реку дня Есть! И вот за мне и спиной два обрушенных пролета Антоновского моста Это был год трудных, необходимых решений Важнейших шагов к обретению полного суверенитета России И мощной консолидации нашего общества Это был год, который многое расставил по местам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok